На недострое возле спорткомплекса «Атлет» планируют установить фальшфасад. Во многих городах такие конструкции используют, чтобы замаскировать стройку или имитировать несуществующее здание в архитектурном ансамбле. По патетах баннеру отведена декоративная роль. Следить за сохранностью фальшфасада будут с помощью камеры видеонаблюдения. Здание находится в частной собственности, однако располагается в городской зоне отдыха, а значит, должно иметь презентабельный вид. Этот недострой долгое время находился в свободном доступе и представлял собой опасность для детей и подростков. Позже все входы в нем заварили решетками, однако для того, чтобы здание имело эстетический вид, на нем должен появиться еще и новый фальшфасад. Выглядеть это будет вот так. Голые стены оконной проемы спрячут за строительной сеткой либо виниловым полотном с нанесенным на него рисунком. К работам подрядчик планирует приступить в конце августа. Привести здание в порядок собственника убеждали давно. Но конечную точку в этом вопросе поставил глава администрации Николай Бова. Контролировать работу будет отдел градостроительства и архитектуры. Территория нашего города разделена на территориальные зоны, для которой определены и границы, и регламенты, градостроительные регламенты. Зона, о которой мы говорим, зона Р6, это зона спорта, отдыха и развлечений, находится вот в этом районе, в районе спорткомплекса «Атлет». Недострой как раз расположен в зоне спорта и отдыха, и это весомый аргумент для его облагораживания. Предпринимателю предстоит большая работа. Спланирует всю площадку, вывезет там спиленные деревья, которые там были, чтобы его была видимость больше, и спланирует эту всю площадку. Камни там уберет и прочее. Изначально недострой планировался под бытокомбинат. Сейчас здесь может располагаться только тот объект, который соответствует специфике территориальной зоны. Если собственник захочет отремонтировать здание или что-то изменить, он вправе обратиться в комиссию землепользования и застроек.